Всем привет! С вами снова Елена Беседовская. Добро пожаловать на мой канал, где мы с вами сегодня приготовим кабачки, фаршированные мясом. И маленький бонус. Перефразируя известного персонажа из фильма «Гайдая Иван Масилич меняет профессию», можно сказать, икра незаморская, кабачковая. Кушать подано. Кабачок фаршированный – это блюдо турецкой, балканской, средиземноморской, славянской кухни. Потому что кабачок – продукт благодарный, из него можно сделать очень много рецептов. И, кстати, вы можете сделать его как для мясоедов, так и для вегетарианцев. Сезон цукини лета 2021 считаю открытым. Ингредиенты у меня на столе, у вас на экране, а также внизу под видео их точное количество. Там же вы найдете кнопочку «Подписаться», колокольчик, который будет оповещать вас о новых видео, и лайк. Обязательно ставьте лайк, потому что видео будет чудесным. Итак, что же мы с вами будем сегодня делать? Мы сегодня с вами сделаем форму, которая нам нужна для приготовления фаршированного кабачка. Мясо пропустим через мясорубку, смешаем с нужными ингредиентами, и все отправим в кастрюльку до полного приготовления на медленном огне. Оно у нас будет томиться. Ну что, начинаем работать. Убираем попочку. Измеряем, какой высоты будет, собственно говоря, наш фаршированный кабачок. Я предлагаю сделать ему вот по размеру вот таким. Что нам нужно сделать? Нам нужно удалить сердцевину, освободить пространство для того, чтобы мы его нафаршировали потом мясом. Но вот эти все штуки, которые мы вынимаем, то есть сердцевину, друзья, не выбрасывайте. Потому что из серединки мы с вами сделаем кабачковую икру. И это будет не менее вкусно. Ну и, в общем-то, приятное дополнение к вашему столу. Для удобства вынимаем сердцевинку ложечкой. Цукини-заготовку мы сделали. Ну, дальше занимаемся уже зажаркой и приготовлением фарша. Пол лука мы отправляем к фаршу, а половиночку мы делаем из него зажарку. Морковку и томаты трем на терке. А зажарку я буду делать на оливковом масле холодного отжима, сделанном руками моей любимой подружки. Спасибо тебе, любимая. У тебя золотые ручки. Зажарочку мы готовим и для наших фаршированных кабачков, и для нашей икры из кабачков. Мясо нарезаем мелким кубиком. Столько, сколько нам нужно для фарша. Я беру мясо свинина и говядина. А вы берите то, что вам позволяет религия или то, что вы любите, или то, что вам советуют диетологи. Помните этот вкус детства? Вкус Советского Союза. Кабачковая икра. Время добавить томаты. Ой, как красиво и призывно шкварчит наша сковородка. Ну и еще я добавляю ложечку томат-пасты для пущего цвета и яркого аромата. Тут можно уже играть. Есть помидоры, добавляйте помидоры. Нету, добавляйте томат-пасту. Итак, зажарочка готова. Половину я отправляю в фарш мясной, а из половины зажарочки я буду готовить икру. Остатки наших кабачков и сердцевинку мы томим вместе с зажарочкой. Пока наша кабачковая икра томится, мы с вами заканчиваем приготовление фаршированных кабачков. Добавляем рис к нашему мясу, к нашей заготовке. Добавляем соль по вкусу и смесь перцев тоже по вкусу. Рис, кстати, нужно очень тщательно промыть. Да, а теперь самая интересная часть. А теперь мы будем фаршировать кабачок. Плотненько утрамбовываем фарш внутрь кабачка. Дома, в семье обычно мы это делаем руками. И не бойтесь работать руками. Все, вот как-то так, плотненько. И сразу же устанавливаете. Плотненько, качественно. Друзья, мои кабачки уже практически готовы. Это тот этап, когда я могу их вот такой вот давилочкой раздавить. И у меня получается кабачковая икра. Следующий этап. Аккуратненько выкладываем зажарочку на кабачки. И заливаем все это кипятком. Да, да, именно в такой последовательности. Доводим блюдо до кипения. Снимаем пеночку. Делаем медленный огонь и томим до полного приготовления. Какой чудесный аромат. Как вы видите, икра практически готова. Цвет очень яркий, жизнерадостный. Сейчас самое время посолить, поперчить по вкусу. И добавить главный ингредиент – чесночок. Перемешиваем все. Икра готова. Я ее выключаю и даю настояться еще 5-10 минут. Снимаем пену. Делаем медленный огонь. Кстати, самое время попробовать на вкус и добавить соли, если нужно. Мне соли пока не хватает. Поэтому добавляем соли по вкусу. Кабачки, фаршированные мясом, перед вами. Они еще парят. Аромат какой идет по кухне. Ничего лишнего. Все диетическое. Все с пылу и жару. Приготовленное только что. Мной и для вас. А вы, пожалуйста, смотрите, вдохновляйтесь. Готовьте, как я. Готовьте лучше меня. Готовьте для своих любимых. С вами была Елена Беседовская. Подписывайтесь на мой канал. Комментируйте. Присылайте свои рецепты. Я очень люблю с вами общаться. И, конечно же, ждите мои новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok